МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новость о том, что саровские представители ролевого движения стали фигурантами уголовного дела, вызвала шквал недоумения. Как можно называть преступниками людей, которые годами занимаются популяризацией истории нашей страны и прививают этот интерес подрастающему поколению? О том, что произошло, как сейчас развиваются события и почему никогда не стоит терять бдительности, нам рассказал руководитель Ассоциации ролевого моделирования и исторической реконструкции Василий Киселев. Василий, я понимаю, что ты много где об этом говорил, но все еще есть люди, которые не знают, что произошло. Давай напомним, как ты стал фигурантом уголовного дела и по какой статье? Если начинать с самого начала, 8 февраля этого года мы съездили в Мордовский заповедник с нашей традиционной программой с историческим городком. И на этом самом празднике на нас обратила внимание администрация Тюривского района, который там был, и решили нас позвать тоже поучаствовать в их празднике, который был 23 февраля. Поехали мы туда практически тем же самым составом, что и в Мордовский заповедник. Поехали мы, да, это Тюривский район Республики Мордовия. Программа та же самая. То есть то, что мы показываем и здесь в городе, и в целом. То есть мы 10 человек в стрелецких костюмах, организуем выставку вооружения стрелецкого, организуем фотозону. Кроме этого, делаем пистолетный тир с нашими рулевыми пистолетами, капсюлями для детишек. Значит, и проводим демонстрационные стрельбы из моделей мушкетов и нашей пушки. Ну, в общем-то, поехали туда 23-го числа с утра. Значит, здесь, конечно же, есть нюанс, который потом сыграл роковую роль. Это то, что с нами, у нас в составе команды был Макс Бурнашов. Единственный на тот момент человек, у которого было разрешение на хранение оружия и взрывчатых веществ. Ну, то есть Роха. В последний момент перед выездом он позвонил, сказал, что приболел и поехать не может. Значит, когда мы туда приехали, значит, развернули наш городок. Ну, в общем, начали нашу обычную программу. Ну, и как-то у меня не сработал, что называется, скажем так, предупреждающий такой сигнал на тему того, что разрешения на оружие нету. Соответственно, порох у меня находится, по сути дела, на незаконных основаниях. Ну, в общем, я начал, ну, то есть произвел три выстрела из пушки. Понятное дело, что речь идет о холостой стрельбе ассалютной. Вот эта пушка ничем, кроме как туалетной бумагой или кочерыжками, никогда не заряжалась. Значит, пушка, разумеется, была установлена так, чтобы в зоне выстрела, этого самого выхлопа, не было никакого, не было людей, ну, то есть в сторону леса направо. То есть там даже снаряд не летит как таковой? Никакого снаряда в принципе нету, да. То есть, просто очень громкий хлопок. После третьего выстрела подошли сотрудники полиции, спросили, что происходит, значит, а чем это вы тут стреляете, что у вас за заряды. Ну, в общем, я им продемонстрировал заряды, развернули, вообще выделили дымный порох, и попросили пройти. Ну, значит, дошли до их машины, я предложил сейчас вызвонить человека, у которого есть разрешение на оружие и взорчатые вещества, но, однако, мне в этом отказали. Значит, и в общем, предложили проехать в их отделение. Там уже у меня присутствует понятых, те самые заряды изъяли, написали протокол, взяли объяснение. А после того, как праздник завершился, в общем-то, приехали обратно и изъяли пушку уже. Ну, в течение где-то месяца после этого события была тишина, значит, ну, а потом прилетело письмо на тему того, что против вас заводится уголовное дело по факту хранения взрывчатых веществ, незаконного. Того самого дымного пороха, на который не было разрешения. Ну, в общем-то, после приезда сюда в Саров, тогда 23 февраля, я поставил в известность нашу городскую администрацию об этом самом инциденте. Ну, в общем-то, они подключились сразу же к вопросу, значит, начали думать, как помочь в этой ситуации и что можно предпринять. Ну, в общем-то, дальше опять после того, как это самое дело было заведено, значит, имела место тишина практически до мая месяца. Ну, и в конце мая, вот последних числа буквально, значит, МВД Мордовии выкатило пресс-релиз на тему того, что против реконструкторов из Сарова заведено уголовное дело. Уголовное дело не только по факту хранения пороха, вот, но и по поводу того, что за изготовление огнестрельного оружия. Вот. А как они решили, что ваша пушка — это полноценное огнестрельное оружие? Ну, в общем-то, в последствии выяснилось, что они эту самую пушку, значит, попытались провести экспертизу на местном уровне, насколько я понимаю, ситуацию. Не смогли это сделать и отправили эту самую пушку в экспертный центр Министерства обороны. В Москве? Да. Ну, а там, в общем-то, местные эксперты очень обрадовались такому случаю, похоже. Ну, судя по его, я читал экспертизу, там явно было, что они с большим удовольствием проделали свою работу. Вот они эту самую пушку исследовали, значит, изготовили ядра стальные, закатили ее как панир, повесили беспилотный дрон с фотокамерой над этим всем делом. Значит, пушку зарядили, по всем правилам артиллерийского искусства, ну, и произвели два выстрела. Может, там тоже реконструкторы были? Ну, не знаю, вряд ли просто. Люди, скажем так, которые, в общем-то, и специалисты, и, видимо, им действительно это интересно все было. Правда, нам от, конечно, радости никакой. Вот, в общем, пушка эти самые выстрелы выдержала. Вот у нас была надежда, что там развалится лафет, который не был предназначен для такого рода стрельбы. То есть, одно дело, салютный хлопок, самый выстрел похолостой абсолютно. Вот, а другое дело, когда там стреляют ядром. Вот, мы думали, что, скорее всего, из-за отдачи он просто рассыплется. Деревянное основание-то имеется в виду, да? Ну, разумеется. Ну, а, однако, нет, этого не произошло. Пушку признали огнестрельным оружием. Значит, что, дескать, она соответствует образцам русских артиллерийских орудий. Начало 18-го, начало 19-го века. Типа 2-фунтовая пушка, ну, какая неожиданность, да, в общем-то. Потому что, в общем-то, ее делали, ну, она именно вот... Для других целей совсем. Да, конечно же, да. Ну, и мы эту пушку, само собой, ничем не заряжали нам, как бы, жизнь дорога. Самый максимум, это вот комок туалетной бумаги, либо капустные листья. Слушай, ну, я правильно понимаю, что, в принципе, даже такую пушку, которая может выстрелить, можно использовать, имея разрешение на оружие? Ну, тут, как бы, дело такое, что до самого недавнего времени, поправок, до недавних поправок закон об оружии, в общем-то, эти пушки вообще никак не регламентировались законом. То есть, закон об оружии, который был описан в 90-е, не предполагал, что появятся вот такие реконструкторы, которые будут использовать вот такие вот вещи. То есть, что их будут либо действовать, что их будут делать, что они будут использоваться на массовых мероприятиях. Поэтому, в общем-то, поправки закону, вот они вот буквально только были внесены, только-только случились. Ну, в принципе, сейчас появились возможности для того, чтобы аналогичные орудия, в общем-то, легализовать. Слушай, Василий, а вот ваша армировская пушка, это такой уникальный экспонат, или, в принципе, по всей России ролевики их делают и используют? Нет, тут есть нюанс. Это не ролевая пушка, это пушка для исторических реконструкций. Значит, поскольку ролевые пушки, это, в общем-то, петардные, которые сделаны из тонкостяной трубы, которые стреляют тонистыми мячиками. Вот такие у нас тоже есть, но они стоят на нашем корабле, на Святом Павле. Вот они предназначены для игры взаимодействия, для стрельбы друг по другу, в общем, как бы, достаточно безопасно. Что касается вот таких вещей, они сделаны уже, скажем так, по образцам существа ваших артиллерийских орудий до середины XIX века, до тех пор, пока, в общем-то, не появились пушки под бездымный порох с заряжением с казенника, дульнозарядные пушки, которые использовали все в Средневековье и в новое время. Они делаются с расчетом на то, что, в общем-то, будут стрелять из них дымным порохом, то есть имеют достаточно серьезный запас прочности. Значит, с ними действительно все непросто, поскольку для того, чтобы безопасно стрелять из нее, нужен ровный канал ствола, чистый, то есть, чтобы можно было туда зарядить картуз с порохом, ну, то есть мешочек с порохом, запыживать, чтобы максимально убедительно прозвучал выстрел. Какие-то ослабления делать, пытаться поставить туда шпильку, например, в ствол, как это делается с мушкетами, это как раз небезопасно, ну, и, в общем-то, лучше так не делать. Деми, что этот ствол может разнести и поранить людей, которые рядом находятся? В том числе, да. Ну, и, кроме того, если поставить около дульного среза шпильку, то туда можно будет только порох засыпать без оболочки. Ну, и, соответственно, это опасно просто. Василий, я так понимаю, ты недавно вернулся в судебное заседание. Скажи, пожалуйста, какая информация? Вчера произошло, да. Значит, ситуация здесь такая, что уголовное дело в отношении меня прекращено, и мне назначен судебный штраф, который я должен в течение двух месяцев платить. Значит, здесь ситуация следующая. Дело было передано в итоге в Главное управление ВДА Мордовии. Значит, там пошли навстречу, решили, что наказывать как-то серьезно и жестоко не стоит. Но преступного умысла, в конце концов, не было. По большому счету, да. В общем, это самое дело разделили на две части. То есть, это изготовление непосредственно пушки, изготовление огнестрельного оружия, и хранение огнестрельного оружия, плюс хранение взрывчатых веществ. Вот. Разделили это, чтобы сделать из тяжелой статьи две средние тяжести. И, соответственно, в общем-то, раскидать на двух человек. В итоге я получил дело по хранению взрывчатых веществ и хранению огнестрельного оружия. Макс Бурнашов получил, скажем так, обвиняется в изготовлении. По обоим случаям, соответственно, возможно назначение судебного штрафа и отсутствие судимости, как следствие. На вчерашнем заседании было принято решение о прекращении уголовного дела. Ну и, соответственно, в плате судебного штрафа. А уголовное дело прекратили по какому основанию? Ну, поскольку был назначен судебный штраф. Было ходатайство от следователя, которое суд принял. То есть сторона обвинения сама предложила смягчить? Да. Выдвинутые ей ранее обвинения? Ну, по сути дела, да. Василий, вот мне интересно, ты ведь на протяжении этих месяцев так или иначе общался со следователями, с прокурорами. Ну, не буду сейчас точно говорить, не знаю. Какое впечатление у тебя вообще эти беседы произвели? Ты ведь пытался донести свою позицию, объяснить, что, друзья, вот я педагог, я занимаюсь воспитанием, одним из элементов которого являются вот такие вот показательные выступления. Никакого умысла у меня нет и не могло быть. Какой была их реакция? Или это машина, которая просто работает по своим законам? В некоторых, в общем-то, они относились с пониманием, с одной стороны, с другой стороны, в общем-то, разводили руками на тему того, что, блин, механизм запущен, а мы уже тут ничего не можем сделать. То есть мы сами связаны с законом, который четко диктует нам следующие шаги. Ну да. И они постепенно идут. Василий, в твою поддержку развернулась очень большая компания, запущенная в том числе нашими коллегами-журналистами. Скажи, это сыграло свою роль? Как ты думаешь? Да, разумеется, это сыграло роль. Значит, то, что была вот эта самая компания в социальных сетях, значит, были ходатайства от нашей городской администрации о том, чтобы это дело прекратить. Были с их стороны, в общем-то, посланы письма поддержки. Они направляли характеристики, которые меня максимально положительно характеризовали. Ну, и это сыграло свою роль, да. В том числе и в суде, когда рассматривались уже итоговые документы. Да. Насчет твоего коллеги Максима, который сейчас по-прежнему проходит по статье изготовления. Как развиваются события? Что можно сделать, чтобы помочь? Ситуация здесь такая, что сейчас это самое дело, сейчас будет приниматься решение о том, чтобы передать это самое дело в Саров, ну, а дальше его здесь будут рассматривать. То есть, есть высокие шансы, что все закончится, как и в твоем случае, хорошо? Ну, да. Василий, ты продолжишь ездить с этой пушкой или пока в Сарове оставишься? Ну, пока мы будем ездить с мушкетами. Значит, что касается пушки, если она вдруг каким-то чудом к нам вернется, мы будем серьезно думать, как ее вылегализовать. А это можно сделать? Теоретически, да. Вот на практике еще не пробовали, не знаю. Василий, ну, будем надеяться, что ситуация разрешится самым лучшим образом, как для тебя, так и для твоего коллеги. Давай немного поговорим про ассоциацию. Я вижу на тебя футболка, Вархаммер, Северный рубеж. Изображен всадник, видимо, из Кислева. Расскажи, что это была за игра? Это была международная игра очередная в серии игр Вархаммер, которая проходит каждый год уже в центральном регионе России. Значит, собирают уже более тысячи участников, в общем-то, из всей России, из ближнего дальнего зарубежья. Значит, тематика игры — это события, проходящие в фэнтезийной вселенной, где существует масса различных народов, рас, у которых разное общественное устройство, и которые, понятное дело, между собой активно воюют. Объединяются в союзы, но по большей части режут друг друга и ведут цивилизованную жизнь, что называется. Как говорил Гендальф. В этот раз мы туда ездили как раз кислевитами, по сути дела и съездили в наших стрелецких костюмах. То есть, в общем-то, те народы, которые населяют вселенную Вархаммера, они, конечно же, списаны с реальности существовавших народов. Что касается как раз кислева, значит, это страна, которая населена, в общем-то, как такой дикой смесью казаков, поляков, русских. В общем-то, наблюдается некая такая клюквенность, которая вполне себе забавна в данном контексте. Ну вот там в качестве есть стрелецкие отряды. Мы, соответственно, никак не изменяя наши обычные костюмы, мы туда поехали как раз стрелецким отрядом. А чем вы, кстати, занимались? Ну, я, конечно, понимаю, что ролевая игра, это отыгрыш, это участие в каком-то сценарии, но вот на практике. То есть, вы приехали на место, разместились? На практике, да. В общем, поставили гуляй город, разбили шатры, поставили их дальше, в общем-то, переоделись, пошли на парад команд. То есть, в начале и в конце игры происходят парады, где выстраиваются все участники. Организаторы игры, в общем-то, толкают речь на тему того, что сейчас будет происходить и что надо помнить всем игрокам. По сути дела, такой инструктаж по технике безопасности в том числе. После парада уже начинается игровая жизнь бурная. То есть, происходят именно игровые взаимодействия. В нашем случае мы играли, конечно же, в войну. То есть, отбивали нападения на город, в котором мы стояли. Мы ходили в качестве охраны с караванами, которые, конечно же, пытались ограбить. Ну, всячески воевали, да. Кислев, это ведь, я немного знаком со вселенной, это страна пограничная. На самом рубеже с хаосом. Да. Ну, и понятное дело, что постоянно на город нападали, на город Рингард, нападали хаоситы. А были ребята, которые хаос отыгрывали? Конечно же, да. Ну, то есть, дикие племена севера, значит, чистый хаос. То есть, это уже мутанты, в общем-то, и откровенное чудовище. Всякая сволочь. Да, значит, с канализации лезли скавины, от которой крысолюди. И все это дело нужно было как-то отражать. Слушай, это как? То есть, допустим, прописывается, да, есть конфликт, а дальше каждая сторона сама определяет, как она будет себя вести. В целом, да. Или есть четкий сценарий, что в 10.30 скавины полезут до сканализации, надо отбиваться? Скажем так, что касается конкретного Архамера, то да, в общем-то, есть определенное бывое время, то есть, во время которого происходят стычки по определенным правилам и большие сражения. То есть, например, с двух часов ночи до 9 часов утра активных боевых взаимодействий нет. То есть, то, что все, что в этот момент происходит, это, скажем так, понарошку не считается. Дозорных выставляли? Разумеется, часовые ставились. Наоборот, их обязательно ставила стража. Ну, а так, скажем так, с двух часов ночи до 9 утра, это, скажем так, тихий час, во время которого игроки могут, что называется, отдохнуть, привести себя в порядок, не опасаясь того, что сейчас на их лагерь налетят. А с 9 утра нужно быть уже наготове? А с 9 утра надо быть полностью готовым к любому развитию событий. Слушай, ну я, конечно, понимаю, что ролевая игра, это не совсем такое военно-тактическое соревнование, но пытались какую-то тактику применять, там, заходить с разных сторон, вылазить? Ну, скажем так, здесь все отрываются как могут. То есть, ну, что касается нас, то, в общем-то, пробовали как раз именно классическую стрелецкую тактику на тему того, что первый ряд с бердышами всегда готов отразить, скажем так, уже непосредственно падение, то есть рукопарство готов, соответственно, сзади стрелки под прикрытием первой шеренги, в общем-то, стараются максимально быстро стрелять, вот, ну, опять же, в общем-то, старались работать слитно, что называется, то есть, именно командное взаимодействие организовать. А сколько раз ваше укрепление штурмовали, если можно подсчитать? Ну, там, честно говоря, каждый день по раз 5-6, наверное, кто-нибудь доприходил, ну, и, в общем-то, реагировали на это, да. Я так понимаю, исход не прописан. То есть, в рамках игры вполне может быть так, что силы хаоса подавили кисли, захватили ваши позиции и начали угрожать остальным. Да. Собственно, так и произошло, в общем-то, по сути дела, последний штурм Оренгарда, он хаос вполне себе удался, вот, в общем-то, были захвачены практически все районы города, вот, прежде чем на помощь пришла, пришли имперские части, которые хаос вышибли, но, с другой стороны, и сделали это само город уже имперским. То есть, город для кислиева был потерян. А сколько у нас из Сарова принимало участие в игре? Из Сарова в общей сложности, ну, не знаю, человек 10 приехали туда. Другое дело, что непосредственно игроков было буквально три человека, остальные ехали игротехниками и мастерами. А игротехник это кто? Да. Игротехник это человек, который, по сути дела, помощник организатора игры, который выполняет разные задачи. То есть, есть люди, которые там занимаются техническим обеспечением. То есть, Макс, например, у нас занимается, ну, почти руководит командой ХЧ, то есть административно-хозяйственной части. Тут это означает изготовление и установку декораций, которые присутствуют, ну, и соответствующие реквизиты игрового, в общем-то, ну, и всякие технические вопросы. Ну, ездил у нас Маня, которая у нас работает в Кличем Сарове, она ездила помощником мастера по экономике. То есть, там раздавал игровые деньги, игровые ценности, ресурсы, ими рулил как-то. Я смотрю, все несколько сложнее, чем на мемах показывают в интернете. Понятное дело. То есть, одно дело, что, в общем-то, всплывает наружу, а другое дело, что, ну, по сути дела, верхушка, скажем так, и основание айсберга. Еще какие-то игры будут в ближайшее время? Я так понимаю, у вас основной сезон это все-таки лето, ну, ранее, осень, поздняя весна. Ну, вот сейчас наши ребята вернулись с игры по мотивам Макса Фрая «Лабиринт Фьеха», которая на прошлой неделе прошла здесь, в Неверкорадской области. Ну, и, по сути дела, игровой сезон закончен. В следующем году нас ждет потоп по мотивам одноименной повести про войну поляков и шведов в XVII веке. Генрих Сенкевич, если не ошибаюсь, трилогия «Огнем и мечом», «Пан Волдейерский» и «Потоп». Да, вот это оно самое. Четвертый конец июня. Туда я, к сожалению, не попадаю, скорее всего, поскольку «День молодежи». Дальше будет игра по мотивам «Башни шутов» Сапковского. То есть, это «Гусийские войны». Значит, туда уже есть намерение поехать. Дальше у нас на выбор сейчас либо «Корсары», либо «Карибы». Две водных игры, которые будут проходить тоже в июле месяце. Вы с кораблем выезжаете? Да. Но тут зависит от того, сможем мы корабль сейчас модернизировать или нет, потому что он все-таки уже морально устарел немножко. С 2014 года. То есть, сейчас требования возросли. Значит, вооружение стоит на душе совершенно другое. Те пушки, которые в 2014 году наводили на всех ужас, они уже... Смешные? Ну, не смешные. Они, скажем так, уже и изрядно повоевали. То есть, ресурсы черпали, черпали. Ну, и вообще-то уже появились более совершенные конструкции. Нужен открыть. Нужно будет корабль перевооружать, делать новую обшивку, делать его более устойчивым, что, конечно же, требует много денег. Вот это был второй вопрос, да. Чем займетесь в межсезонье? Судя по всему, как раз этими делами. Ну, да. Ну, и, понятное дело, в следующем году был очередной Вархаммер. Друзья, на этом все. Спасибо, что были с нами. Напоминаю, что сегодня мы беседовали с руководителем Ассоциации ролевого моделирования и исторической реконструкции Василием Киселевым. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА